Когда люди говорят, я когда-нибудь, а Соломон премудрый говорил, не хвались завтрашним днём, ибо не знаешь, что он родит тебе. А в другом написано, ходим с падением нашим. Кто не думал умирать? Молодые попали в аварию, тромб какой-то оторвался. Надо сегодня, ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Завтра может не наступить. Я думаю, что не обязательно всё это читать и ссылаться на каждую заповедь, написанную там, если ты внутри. То есть я думаю, я думаю, вот вы сказали, а перед вами у меня прошло полторы тысячи человек, и каждый думает, и совсем не так. Но все по-разному, и в церковь не ходят. И поэтому такая раздроблённость в обществе. Посмотрите, как дружные мусульмане ведут себя. А почему? А у них вот эта священная книга считается. Посмотрите. Я вижу, да. Вот. Они не верят так, как мы верим, что Иисус умер за грехи людей, но они дружные. Потому что считают. У них разрешается четыре жены иметь. Вот они тут все скатились, все блудники собрались. Сказать людям о том, что близко его пришествие. А проверить книга священная как? Пророчеством. Только Бог знает, что будет завтра, послезавтра, в конце мира. И Библия нам об этом говорит. Ни в одной книге, религиозной, любой, как говорят, конфессии, нигде не сказано ничего. Вот вас, кстати, не интересует, можете задать вопросы. Мы можем сказать, что будет дальше. Где война будет. Сколько погибнет. Не будет границ денег. Столицей мира будет один город, знаем какой. И знаем, какой правитель восталиста, сколько ему царствовать. А еще ничего нет. А 2000 лет назад уже предсказано. Как это может быть? Человек не знает, что завтра будет. Любили друг друга и разбились. 86,5% разводов. За время перестройки в России сделано 120 миллионов абортов. Нас не надо уничтожать. К 20-му году или там 30-му, сейчас не знаю, статистика. Русских уменьшится на одну треть. А Америка на одну треть возрастет. Туда все бегут. А почему? Империя зла, империя лжи рухнула. И под этими осколками задавила миллионы. А почему? Без Бога. С Богом сколько друзей. Вот мне Господь позволил издать. Я преподавателю в этом вел занятия. В пяти университетах, в милиции, в воинских частях. И вышло 38 томов книг. Вопросы, ответы, проповеди. Мы прошли мусульманские республики. Мы в Барнауле, а дошли до Владивостока. Я решил библиотеке мира подарить. Потом до Лиссабона. Все государства Европы. Прибалтика, Скандинавия, Турция, Север. Посетили 600, почти 50 городов. Так что мы знаем людей. Тем более я начальник детского лагеря создал его, православный. 45 лет. То есть я все слои населения знаю. Как вас зовут? Первый в России издал, насчитал архипелаг ГУЛАГ. Как вас зовут? Как говорите? Как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. 81 год. Вот если вы зайдете на наш канал, канал, не просто так, а видеоканал, «Во свете Библии», «Во свете Библии» и поставите Игнатий Лапкин. А если забудете, только запомните имя, фамилию, по скайпу зайдите, я все материалы могу скинуть вам. У нас огромные-огромные ресурсы. Притом неповторимые. Нигде-то скаченные. Открылась? Да. У нас немного. 42 тысячи подписчиков с половиной и 42 миллиона просмотров. И вы занимаетесь в свободное время тем, что общаетесь тут с людьми? Да. Вот у нас, ну, богослужения идут, свои приезжают. На 4 месяца уезжаю в деревню, с нуля строим православную деревню. С нуля. За свой счет все делаем. В стране погибло 21 тысяча сел. Вот у нас здесь законодательное собрание в Алтайском крае. И выступала депутат Нина Данилова от КПРФ. Она говорит, это не то, чтобы табличка исчезла. Исчезла территория. Тут другие будут жить. Байкал и все остальное, это уже у китайцев. Это для кого не секрет. Мы же ездили туда. А юг, который идет. Это все на север идут. Сколько в Москве? Говорит, 200 тысяч. Там у них Курбан Байрам был. Не 200, а миллион 200 тысяч вышло на улицу. Мусульман, без женщин. А теперь учитывая, что 4 жены. И у каждого задания для Аллаха подарить 5 сыновей. Да они нас количеством только задавят через 20 лет. И они правы. У них в среднем на семью приходится 8,1 ребенка. У русских 1,8. Даже воспроизводства нету. Умирает больше. Интересно, комсомольская правда пришла на развороте статья. Если бы большевики не победили в 1917 году, у нас бы было 650 миллионов. Дмитрий Иванович Менделеев. Полмиллиарда сожрали. А как хорошо, ходоки у Ленина, земля крестьянам, рабочем фабрике. Ничего нету. ГУЛАГ. Всем. Сколько лет вы живете вот примерно таким образом, живем? Я обратился к Богу. С детства я верил, годов три, что Бог есть. Мы родились в старобрядческой беспопковской семье. Кержаки называются. И в армии Господь позволил мне увидеть фильм «Отверженный Викторией Гуго». И там есть такая фраза. Не было ли другой задачи спасти не жизнь свою, но душу меня пронзило это. Я посмотрел еще несколько раз. Пошел, достал книгу, просчитал. Я не ошибся. И стал искать. Он говорит, какой это Евангелие? Думаю, выписки из Евангелия там написаны на полях. Я нашел это Евангелие в Библии, эта книга. И нашел в 23 года. Да говорят, какая-то у вас беда была. Вы искали где-то. Беды не было. Я работаю на корабле. У меня будущее. Учусь в месилище. Занимаюсь на семи языках. Мне широкая дорога открыта. Добился сдать экзамены. Добиваюсь сдать три курса за год. На немецкий, английский или французский. Ни у кого этого нету. 14 человек конкурс прошел. А в душе пустота. Я склонился на колени. И жизнь моя через полчаса была другая. Я вернулся на корабль, когда лоцманский катерок, который привозят на берег, когда сходим, корабль на рейде. И в это время я первому матросу сказал, мы живем неправильно. Иисус умер за нас. А мы этого не знаем. А у меня блестящие характеристики. Член судового комитета. А на утро Лапкин сошел с ума. С ума сошел. А дальше началась гонка за мною по социальной лестнице. До армии работал прорабом в органах МВД. Строго режимный лагерь. Вся семья пролетарств. Отец инвалид войны. Большая семья. А когда вернулся оттуда, уже все по-другому пошло. Прорабам не дают работать. На стройке только 40 лет печеньком, плотником, бетонщиком. Никуда выше. Жена учительница только с ведром. Техничка. Вам нужны страдания? Полной ложкой даем. Хлебайте. И вот рухнула эта власть. Я в 87-м только освободился. В 87-м. Я могу рассказывать. У меня 38 томов вышло книг. Четыре фильма о нашей работе поставлены. Один фильм называется «Пречувствие». Занял первое место на международном киноконкурсе. А один фильм называется «Златоуст». Это мое прозвище. Из Потеряевки. Это село, которое восстанавливаем. Первое место в России. Первое место. Тут у нас в Алтае погиб Евдокимов. Вы знаете, Михаил Сергеевич. Сатирик такой был. Выступал. Кривлялся. Стал губернатором. Внезапно погиб. Владимир Владимирович Путин прилетел хоронить. Это друг его погиб. О нем стали снимать фильм. И никто его не знает. Известный Шукшин Василий Макарович. Он режиссер. Он артист. Он писатель. Фильм составили. А его никто и не знает. А наш фильм разошелся по всему миру. Притом я не хотел снимать. Все не артисты. Документальные. Почему? Потому что у каждого в сердце желание доброты. Вот я выступаю, допустим, в милиции. За мной приезжают. Ну, тема экстремизм какая-то. Я говорю им. Я экстремист. Все так глаза раскрыты. Экстремист это человек, стремящийся до совершенства доводить любое дело. Такой фанатик. Самый последний. Фанатик это человек, готовый умереть за свою идею. Вы посмотрите Википедию. Посмотрите. Люди не знают значения. Откуда вы узнали? Раньше узнал от родной сестры Владимира Ильича Ульянова. Марии. Когда обозглел, это Ленин в октябре фильм. И она ответила, что такое фанатик. Понимаете, с Богом. Это нельзя выразить, какая радость. Я каждый день молюсь. Мы встаем в 4.40. Бог мне позволил создать детский лагерь. Православный. Единственный в России. Я 45 лет. Да, три сейчас в другом формате. Уже 48 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. У нас главный лозунг. Лозунг. Россия должна встать. Второй. Дети скандируют. Россия, это мы. Надо посмотреть. И как? Как? Прилетает о нас, услышала директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннон. Что за один месяц ребенок наркоманы совершенно бросает навсегда. Да не может это бы быть. Прилетела, когда увидела профессора психологии. А где вы этому учились? Я говорю, я брал самое лучшее из всех стран, где только можно. Много ездил. Много читал. Вот скажите, что такое канзё? Не знает. Это национальный культ Японии. Никогда не стонать. Не показать, что тебе больно. И дети это знают. Канзё. Босыми ногами идем, а через аккульпурное лечение, через подошву. Это все органы здоровые будут-то. Где вы учились? Каждый раз. Повторяю, у Бога. Я делаю всё с молитвой. Понимаете как? Одно село на 21 тысячу погубленных. Мы заново восстановили с нуля. Храм, школу. Всё строили за свой счёт. Пруды, дороги. Это я делаю. А дорогу делать это страшно дорого. Даже насыпать песок, гравий, 150 метров. Сразу 232 тысячи пришлось отдать. Пруды. Бульдозер нужен. Из Барнаула-то 150 километров. Привезти туда-обратно 50 тысяч. Пруды восстанавливаю. Я зарыл туда больше миллиона. Мы отъездили до Лиссабона. За одну поездку. Только на горющее потратили 440 тысяч. А пенсия у меня 8 тысяч. 141 рубль 33 копейки. И нигде не прибыли, ничего нет. А почему? Я молюсь и в следующий день Бог мне даёт. Незнакомые люди умоляют. Возьмите, я ваш участник буду. Как бы. Мы трое едем и собака. Вернувшись, я стала чемпионом России. Подзащитная караульная служба. И всё это заснято. У нас на нашем Ютубе. Во свете Библии. 17 тысяч роликов. Понимаете, как это интересно с Богом жить. Вот 81 год. 81 год. Мне. У меня две голубятни. Я туда-сюда лажусь. Тут кошки уж не говорю, что если считать. В разных местах, где кормить приходится. И вот в комнате. 12 кошек. Они вам нужны. Ну, они погибают. Мы оставляем. Потому что много мышей. У меня зерно, семечки тут. Скажите. А если говорить о здоровье? Я ни одной таблетки ещё не съел за 80 лет. Это говорит о чём-то? Скажите. А что вы думаете вообще о том, например, какой бы вы дали совет и почему люди заболевают и так далее? Каждому индивидуально, когда говоришь, можно немного посмотреть. А остальное знает Бог. Он насылает и он удаляет. У меня были тяжелейшие операции. Я на стройке. Несём, допустим, рельсы. Огромное там брёвно. И кто-то присядет. На меня вся тяжесть. И у меня раздавило три прокладки между позвонками. Это тяжелейшая операция. Но я остался живой. Хожу на ногах. Правда, лет пять мне больше пяти килограмм нельзя было поднимать. Нельзя было первое время сидеть. Только стоя или лёжа. А меня со всех сторон подхватывали. И я совершенно здоровый. Вот на днях интересно было. Пять лет назад я вот так вот стал вытирать глаз-то. А он только ногти постриг-то. И щиркнул вот здесь вот. Вот в этот глаз левый. И попала инфекция. И он у меня слезился, болел, наливался кровью, гноится. Пять лет. И нынче как вспыхнуло. То ли из-за того, что долго в воде пришлось быть. Мы дно чистили в одной протоке. Вот так по воде. Огромные грабли сделали. Вытаскивали там что есть, чтобы можно было рыбачить. А свой врач в кровевой больнице. У меня сюда. Анализов около 15 взяли. Можно ли делать операцию. А я всех оповестил. У меня глаз сильно заболел. Я обычно доволен всем. А тут попросил помолиться. И когда меня хотят помолиться за болящего, не надо, я здоровый. Здоровый. И вот всё проверили. Назевается такая как бы прозрачная, как из целлофана. В операционную завели. Ложитесь. Я говорю, вы сначала гляньте. Мне глаза-то смотрели-то три дня назад. У меня исчезло всё. Так будете делать или не будет. А врач мусульманин. Я говорю, вы сначала посмотрите. Это же глаз. Это же не на руке язва какая-то. Операцию делать, разрезать. Или что будете. Но это небольшой надрез. Это надо прокачать. У вас там который канал идёт. Посмотрите. И я отказался. Конечно, я обидел врачей. Кто помогал пройти анализы. Но я по-другому не мог. И вот уже прошло больше месяца. Я совершенно смотрю. Так учитывая, что за 9 лет, когда я издавал книги, я сам работаю. В фотошопе, пейджмелькер, верстка была. Я провел больше 30 тысяч часов за 9 лет. И после этого ещё около 55 тысяч часов. Почти 100 тысяч часов. Это больше рекордных генисов в 2 раза. И я всё ещё вижу. А чем лечились ежедневно 2-3 раза свежая морковь. На самой мелкой тёрке. Вместе с пищей ешь, чем хочешь. А теперь говорят, а каротин. Так это каротин и есть. Да как вы узнали? Не знаю. Меня побудило к этому. Вот я в Америке был. Пригласили выступать там. Я не платил за дорогу. Они любят узников совести. Как политзаключённых. И вот у меня зуб заболел. Привели там. Покинули. Всё лакировано. Посмотрели. Корень надо драть. Я говорю, нельзя. Как нельзя? Я веду занятия в 5 университетах. В 13 школах. В воинских частях. 3 радиопрограммы. Я на память считаю всё. Что в Библии написано? Ответ студенты. Я отвечаю по четырём параметрам. Что говорит Библия? Это 77 книг в ней. Что говорят святые цены? Это 300 томов фолиантов. Каноны. 719 канонов. Законов. Параграфов. И жития святых. 1173 биографии. На вопрос. И дальше. Что говорит мировая поэзия? Мировое искусство. В каждый вопрос вклиниваю это. То есть ответы такие не создать. Так что вы придумываете? Какое отношение? Зуб и память? Не знаю. Я говорю, я не знаю. А почему? Ну такая у меня мысль. Вернулся, когда прошло лет пять. Шведские учёные законили эксперимент. Там 35 лет. С каждым зубом проценты памяти какие удаляются. Особенно верхняя челюсть. А я не знал. Я самостоятельно изучал языки. Сам систему изобрёл. В армии. В то время. В 1961 году. В 1961-м. И вдруг. Аполлон. Союз. Я гляжу, а не метод изучения языка быстро. Пакетно я назвал его. Этот самый метод. А как вы узнали? Повторяю, я ничего не знаю. Гуманитарного образования нет. Духовного нет. Я просто учусь и внимательно слушаю. Что скажет Господь Бог? Ну, вы на себя берёте такое. Вот смотрите. Мы молимся. У меня лежат рядом бумага. И не ручка. Я показываю ручку. А карандаш. Потому что ручка это дорого. Я экономлю на всём. И одна строчка как бы проходит. Как бы. Я не вижу. Но мысль. Я сразу запишу строчку одну. Ручку положил. Дальше молюсь. Потом. У меня стихотворение. Все девять куплетов. Четырёх строчных. Тридцать. Девять и четыре. Тридцать шесть. Тридцать шесть строчек. И каждому стихотворению эпиграф из Библии. И напротив каждой строчке. Место Библии. Откуда взята мысль. Это невозможно составить. Притом стихотворение 3467. Это четыре тома по 800 страниц. Заполнено данной строчке. И притом ни одной помарки, ни на одном стихотворении нет. Я пишу с чистого листа. Я читал стихи в литературном институте. Там Лев Ашанин вёл. Никто не может поверить. Как я не знаю. Повторяю. Это не моё. И мне... Не моё. Я не поэт. Вот сегодня четыре стихотворения тут читали. В интернете. Мои. Я как будто первый раз их вижу. Понимаете. Это Бог делает. Живой Бог. Которому я молюсь. Денег нет. Книгу выкупать. Я молюсь. Среди ночи. Звонок. Откуда звонят? Узнаю наконец из Сакраменда Америка. Вам деньги нужны? А почему вы решили? Ну говорят у вас церковь во имя Климента. А у нас дядя Климент умер. И молитва ближе там, где во имя его названо. Я говорю, нет. Это лагерь. Лагерь Стан. Ну утром получите. Через Вестонус и Иоанн. Они посылают ровно столько. Я им не говорю. Сколько мне надо? 65 тысяч. Как это может быть? Это Бог делает. Притом я это говорю при свидетелях. У меня священники попросили помолиться. А откуда ждёте? Я говорю, я ниоткуда не жду. Я не знаю. И даже когда деньги прислали на наше путешествие. И кто-то из Калининграда. Я могу назвать. Дмитрий Булкин. Никогда не видал нас. И присылают. Я говорю, я книги уже не издаю для книг. А издать книги... Можно спросить о другом вас? А что вы думаете о воздержании, например, половом? Об отношениях с девушками? О браке? Вот что вы думаете по очереди? Знаете, вы если вот... Да. Запишите моё имя и фамилию. Игнатий Лапкин. Зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин. И я вам скину все наши ресурсы. У меня книга вышла. К истинному православию. И там одна статья о семье. Все ваши вопросы отвечены. Полностью. Коротко скажу так. Мы придерживаемся не просто чего-то, а Слово Божие. У Библии три названия. Священное Писание, Слово Божие, Святая Библия. Мужчина – глава. А жена – тело. Муж отвечает за неё, но не она за мужа. И всё написано. Как жениться, как дети, как воспитывать. Всё здесь, в Библии уже всё написано. А как... Вот сейчас я назову... Александр Григорьевич, такой знатный человек. Кто такой? Президент Белорусской Республики Лукашенко. И он выступает и говорит, как я сына своего наказывал. Не надо этого бояться. Это наша традиция. А средний сын, глядя на него, уже так не делает. А младший вообще от меня не отходит. Библия говорит, не жалею розги. Дабы впоследствии утешаться. Есть ли такой отец, который не наказывает? Если не наказывает, это не отец. То есть приблудный кто-то. Это говорит апостол Павел в Новом Завете. А вас наказывают. У нас в семье отец вот так вот без руки, левой, с фронта пришёл. И у нас в семье пять мальчишек, пять девчонок. Ведь надо как-то управиться. А с матерью вдвоём они полкласса не кончили. А мы с пятилет на полях. Он пастух. Ну, помогаем там завернуть и прочее. Не как сегодня пасут по одному дню по очереди. Первый снег чуть сошёл. И пока опять землю не покроют осенью. Ни одного выходного. Ловили сусликов. Там сдавали шкурки. Три копейки шкурка. Мне велосипед надо. Дома только четыре класса. Пятнадцать километров в сердцовете в Корчино. Надо туда ездить, туда-сюда. Всё сами добывали. И мы не жалуемся. И ни разу не слышали, чтобы отец и мать в такой бедности живущие роптали на кого-то. Ни одного больного ребёнка нету. Как Бог сделает. И никто из них... Вот мне 80 лет. Брежнев дожил 76. Там на остальные все-то. Ну, не считая молотого Кагановича. Уж всё в руках. А жизни нету. Андропов. Болел. И ничего не сделаешь. Я ещё ни одной таблетки не съел, повторяю. А что в семье? В семье порядок. У меня много друзей. И я, если сказал слово, оно законным является для них. И спорить никто не будет. Они знают. Я на много раз обдумал и сказал. Вот я уехал сейчас и наказал по всем отраслям. Что делать с голубями? У меня голубятня. Вот вчера только позвонил. Не успели дорогу там, где дамбу большую сделали через лок. И много там воды. Ну, она глиняная. Но песка не хватает. Позвонил одному предпринимателю. Он бесплатно тут же... Сколько нужно? Я говорю, четыре КАМАЗа. И на второй подъезд, чтобы здесь было сделать-то. Сделаем. Я говорю, у меня голубей нету пшеница есть. На охоту подкормить семечки. Сколько? Я говорю, мешка два. Будет сделано. А он не наш человек. Совсем. Соседняя деревня. Евгений Долгов. Ну, он начал с 45 гектаров. А сейчас у него 6700. Вот какие люди у нас есть. Это мои друзья. Самые близкие. Один ничего не сделаешь. Я вот начинаю говорить, когда был в тюрьме. Какое послушание за зэков было. Воры в законе. Ни слова против. Я сказал, здесь не курить. Не будут курить. С 8 до 10 проповедую. На 75 человек 3 не курят. Только вымыть руки. За ними следят. Никто не закурит в это время. Охранники открывают дверь. С двух этажей стоят, слушают. Бог дает. Говорит, меня слушали, вас будут слушать. Я постоянно повторяю. У меня нет гуманитарного образования. Нет духовного. Я просто молюсь и получаю от Бога то, что Он мне дает. Я даже свои стихотворения стихами не называю. Называй проповедь в стихах. Если вы любите стихи, я бы мог вам рассказать одно другое. Еще вопросы? Да, даже, наверное, не осталось. А как вас звать-то? Александр. Александр. Так, а что же Александр? Алексей это помощник. А Андрей это храбрый. Я могу глянуть даже. Минуточку. Постойте-ка. Это что-то благословенное? Или такое имя перевод дается? Сейчас я календарь открою. Может быть, защитник. Сейчас, 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 сейчас. Видите, мне надо увеличительное стекло взять. Мелко очень написано. Вот, видите. Сейчас я посмотрю. Александр. Так. Так. Имен мужских 750. А пользуется здесь? Ле-Ме-Ме-Ме-Ме-Ме-Ме-Ме-Ме. Так, Александр. Так, Александр. людей. Вот, допустим, вера, надежда, любовь, только один святой. А здесь считаешь, примерно 70. Ну, Александр Невский, там много Александров было. Но что интересно, американцы поставили фильм «Антихрист». «Антихрист» под именем Александр. И вот сколько смотрю, и что-то в этом имени есть. Надо быть осторожным. Сатана покушается на это имя. Хотя с этим именем святые. Я еще таких видел там в фильмах, и все это в негатив гонят. Это одно имя только. Покушается не то слово. Так, если вы по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, ну, это определенно. Ну, так скажите, что вы сидели, юноша, потому что у меня много встреч. И я вам сразу скину наши материалы. У нас идут молитвы утренние, занятия по скайпу. Я могу найти. Если найдете по скайпу, говорю, по скайпу. А там очень удобно в скайпе. Большие материалы можно кидать. А я вам скину в моем мире, мой мир, Mail.ru. У меня 22 417 фотографий только. Тысяч. У нас все снимается. Мы ничего не таим, не слепляем. Вот как разговариваем, так и есть. Вот если вы на наш YouTube зайдете, канал, канал YouTube во свете Библии, вы его не нашли еще? Не нашел. Вот. Я могу сказать, что к утру завтрашнему вы можете порадоваться на нашу беседу. А это обязательно? Обязательно. Потому что мне нет времени разменяться на одного человека. Как мне она сказала, я, говорит, кабинетный работник, а вы трибун. Вам нужны тысячи. Я на стадионах выступаю, где ничего нет. Вы не сказали ни одного матерного слова. Не раздеты. Это пример, что в этой рулетке можно не утонуть. Да. Хотелось бы, чтобы тут можно было не утонуть. Ничего. Все как есть. Дело в том, что хорошее от злого надо отделять. И хорошее нужно рекламировать. Здесь начнем, что, как говорится, они сразу выключают. Сразу уходят куда-то. Ну, боятся. Женщина в неприсойном виде. Мужчина тут занимается и рукоблудием, и чем попало. У нас хорошие, как будто давние друзья беседовали. Вы умеете выслушивать. Ну, в данном случае, я в роли учителя, потому что у меня и опыт другой, и возраст иной. И всю жизнь учился. Поэтому хорошо, что вы слушали. Кое-что припомнится. Тем более, я практик, не теоретик. Конкретно. Вот беспризорность. А что ты сделал? А что сделаешь? Вот я создал лагерь. Теперь уже 48 лет. Занимаюсь с чужими детьми. Тысячи детей. И ни рубля государство не дало. Теперь лагерь этот превратили в музей. Ну, а что сделаешь? Народ необразованный. Необразованный. Согласился. Что сделал? Ничего. Я одновременно веду занятия в пяти институтах, университетах. Бесплатно. Я нигде не получаю. Они дают деньги за это. Я делаю бесплатно. Ради Бога. Да вот там в церкви все там продается. Мы отдельный храм православный. И у нас ничего не продается. Брат мой родной, родной брат, на пять лет моложе, отец Аким, он в нашем храме. В Потеряевке там и в Барнауле. У нас с тарелкой не ходят. Ни за крещение, ни за вещание, нигде деньги не берутся. Включена десятина, и все отпало. Вот как. Ну, а теперь начинают. Да страна преступников. Не спорю. А что ты сделал, чтобы не было? Никак. А я восемнадцать лет сотрудничал с тюрьмой. Мы несем, что нужно. Ходотайствуем. Идем по камерам. Выступаем по рации. Они освободятся. Меня ищут найти, отблагодарить. Я практик. Земля заброшена. Двадцать одна тысяча. Сел. Еще десять. На ладан дышат. Там один-два человека остались. Мы в бывшей дедеревне. Там двадцать лет воробьи были только. Получили. Теперь улица. Храм. Школа. Пруды. Дороги. Все сами. Разве это не примерно двадцать одну тысячу? Какой это процент? Притом никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это непросто. Я когда сказал, что нельзя лгать, а в краевой администрации говорят мне, так у нас, говорят, в администрации ни одного нет. статистика врет. Женщины матерятся, мужчины все курят. Даже в краевой администрации нету, чтобы мы их приняли для разговора, а потом на поселение своими силами построиться. Развода ни одного нет, ни одного аборта. Нас называют искорка возрождающейся России. Это не наше определение в интернете. Интересно? Да. Что не скажи конкретно, я сразу... Да вот евреи все захватили. Согласен. Да надо воевать с ними. Надо, согласен. Но оружие надо знать. А какое любовь. Никогда не поноси племя Израилева. Ко мне привезли еврея одного. Он через три часа стал православным, и теперь батюшка православный Наум Израилевич. Чистопородный еврей. Вот и все. Пусть через каждого один еврей станет православным. Я Александра Меня лично знал, его зарубили. Энциклопедист. А вот с мусульманами вы знаете какие? Знаю. Мы вот в интернете встретились. Они приезжают, у нас крестятся православные люди. Да вот сектанты все захотели. Сектанты, пожалуйста. Вот он, Менонит, немец. Мы встретились один раз, побеседовали. Он стал православным, принял крещение, закончил семинарию, духовную академию. Сейчас доктор богословия в Московской патриархии. Хотите познакомиться? Отец Геннадий Паас, город Абакан, Красноярский край, там или как, Ахакасия. Понятно, он был преподаватель Томского университета, молодой, юноша, а теперь доктор богословия. И это в моем доме он пришел. Да как вы кто? Повторяю, моего там ничего нет. Я просто протрубил то, что мне Бог положил. У меня нет на это таланта. Чтобы душу обратить, златоуст говорит, нужны тысячи талантов. А чтобы крестить, ни одного не надо. Достаточно, чтобы быть священником, незапрещенным. Господь позволяет, вот нынче опять крестились, у нас приезжали крестить все из Ливана. Из Ливана. Из Германии. Да это были из Франции. А деревня-то у нас стихотворение у меня. Лазарьстан в степи на навозной куче. Что может быть круче? Старый, который колхоз был, и от дворов сдвигали бульдозером. Ну, из скотных дворов. Там мы все разровняли, яму заровняли, и там лагерь я основал. Ни одного квадрата плодородной земли не заняли. Это Бог так делает. Притом, то, что я говорю, все это подтверждается документами. Вот, допустим, книги, а вы зайдете, мои книги, вот они есть. Я насчитал перед арестом примерно 50 книг аудио. Книги непростые, как Библия-то, одна. Вот, архипелаголог, три тома. Начитать, это надо с выражением, и что было. Дальше, мировая литература. Златоуст, 12 томов, по 800 страниц. Начитать, составить сопроводительные документы, каталоги, потому что насчитано это на пленке. Пленка 375 метров, звучание 8,20. На Златоуста уходит 64 пленки засчитать. Жизнь из святых 12 томов, 40 пленок, а их не продают. А я издаю их сразу 10 магнитофонов, когда распространял, тон студия. Понимаете, как это интересно жить. Мне 80 лет, а я где-то застрял на 30 годах. С юношами, когда говорю, я все время с детьми, в университете, три радиопрограммы регулярно, одна онлайн-часовая, воскресный день, на телевидении. Я не могу войти в свой возраст. Это неправильно. Но я все время с молодежью. И когда встретятся пенсионеры, а чем болеете? Я говорю, а что это такое? Ну, специально они говорят. Это естественно, организм слабеет, и хуже слышишь, хуже видишь, руки дрожат. Но я снимаю все. Я беседую, я проехал весь мир 120 тысяч километров, миссионерская поездка. И это не мое. Это Бог сделал. Я сейчас смотрю назад, а мог бы сейчас сделать? Никогда. Стихотворение считают, я как первый раз их слышу. Плагиат ворует, а я наоборот отказываюсь. Антиплагиат. Вот так. Надо быть интересным, интересно прожить, даже в бедности, красиво, безропотно. Каждый день мы благодарим Бога. Какой прекрасный день был. Какие были чудные встречи. И вот сегодня у меня Александр, как бы негативно и имя уже стало нести. Встречаются, по-другому все идет. Я каждый день пишу один ролик с события прошедшего дня. Там уже кто-то зашел и говорит, а вы каждый день записываете. Знаете, мы так любим, слушайте. А мне говорят, это враги вам подбросили, чтобы вы узнать, чем вы занимаетесь-то. Ну да, они подбросили, но уже 1400 дней подряд я не пропустил ни дня. Вот у меня дневники, я попутно сказать, переписка, переписка с людьми. Когда изъяли, две большие кучи были, говорят, а я переплетчик, реставратор. Письма по одному листику, где-то ходили в мою галерею какую-то, билеты прошлого века, говорится, все там есть. И после освобождения 1987 года у меня снова 77 томов по 650 страниц. А заглавлено то другое. Интересно, эпистолярное наследие. Краевой музей приходит, по листику просят. Интересно, да, интересно, а почему не переписываетесь? Вот начинают там где-то какие-то козюльки ставить, смайлки. Никогда не ставил, ни одной. Живая речь. Или там аватар, ник. Абсолютно не признаю и разговаривать не буду. Фамилия, имя должно быть. Мы живем один раз на земле. И надо прожить ее красиво и интересно. И не наследить в жизни, а оставить след. Притом повсюду. Вот я занимаюсь церковными делами, и в церкви у нас нарушается 719 правил. Из них 413 нарушается. Это моя наработка. 57 процентов. Ну и что тогда? Ничего. Все, кто не пойдем. Мы православные, я должен работать здесь. Это мой корабль. Я должен защищать его. Два раза сказал, все. Говорят, вы спорите с ними? Нет, спорить нельзя. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Один, два раза. Больше я повторять не буду. Зачем? Он не принял. Он не прописан на небе. Ему Бог не открывает. У меня есть свои наработки. Что такое совесть? Вот начинают там крутить мое выражение. А я сейчас в интернете это все теперь мои изречения, которые Бог дал мне. Их сейчас употребляют и не знают, кто их пустил в оборот. Я отвечаю, совесть тире. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Участок души, через который слышится голос Божий. А если ссорист там блудом замазан, он ничего не слышит. А я атеист, я сатанист. Я верю в это. Я могу вам рассказывать разные виды чудес, которые даже чудесами назвать нельзя. У меня в моей жизни они естественны как бы. Вот мы пруды сделали, сами зарыбили. Зарыбили, то есть покупали рыбу, из других озер привозили и пускали в свои озера. И сейчас там рыба, и мы ее ловим. Она наша. И показали, как мы сделали невод, подтянули, рыба-то такая, но это рыба. Рыба не в поганом озере где-то. Наша, все чистое. Родники и весенняя вода. Увидели браконьеры. Стучали, стучали в охотнадзор, рыбнадзор, достучались. Приехала комиссия. Полицейский, прокурор и от них. Вы, говорят, вот такое делали. Меня как раз не было. Я тут в больнице пришел провериться. Вначале за каждого карася штраф 250 рублей. Мы к ним сходили. Скажите, а кому отдавать это? Они думают, я сейчас дам им денег. Наверное, так. Кто участие принимал с нами? Восстанавливает пруды? Как восстанавливает? Ну так, там лужи были, там ничего не было. Мы каждый год, вот я уже 6 лет нанимаю бульдозер, он работает. За каждый час полторы тысячи. За доставку туда-обратно 50 тысяч. Повторяю, я заложил сюда больше миллиона. Ни своих денег у меня нету. Люди помогают. А вы теперь хотите за рыбу с нами взять? На каком основании? Ну, у вас же оп не протекает, я сказать. Вроде бы я сети поставил на общий государственный. Нет, это мое. Мы застолбили, получили землю. И теперь там ловим рыбу. Они со всех сторон пытались, ничего нет, и отстали. А мы ловим. Один раз завезли, только сразу полтора сантиметра вытащили. Всем рыбу развезли, в город послали. Ну знаете, как интересно видеть радостные глаза людей. О, не было ничего, это добавка. Вот китов нельзя убивать, а северным народам там разная там комщина, им разрешается 100 китов на север, потому что другой поддержки нету. И так и здесь другой поддержки нету. Мы рыбу хоть маленько на стол, и все это снимаем, как ловим ее, как раздаем, как чистим, не продаем ни рубля. Повторяю, ни рубля, все раздаем бесплатно. Конечно, у нас авторитет. А, на вас авторитет, но на мой авторитет я 57 работал, чтобы создать авторитет. Да я его не создавал, он сам создался. В любом вопросе ты должен практически сказать, иначе закрой уста свои, рот. Что сделать, оптать-то? И везде Путин, Путин виноват. Я не согласен. У нас написано молитвы за старей, за начальствующих. И у меня молитва такая, утром мы молимся, когда написано, Господи, коснись сердца правителей, дай им страх Твой святой, чтобы издавали мудрые законы, дали достойно жить людям, дабы было из чего выделять нуждающимся. Сохрани их от покушения на них. И дальше начиная Владимира Путин, Дмитрия Медведя, Дональда Трамп. И начиная дальше перечислять, какие есть на Украине сейчас Зеленский Владимир, да это был Петр Порошенко, Владимир, Александр, Лукашенко, Рамзана Кадырова, Амана Тулева, Эрдогена Турецкого, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время и приготовь, Господи, землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Это молитва только о правителях такая. Мне дано право молиться за них. К слову, сказать, мои книги видели в библиотеке у Путина. И на считанные аудио я ему послал. Когда едет в самолете, Владимир Владимирович, наушники, никто и не знает, что ты слушаешь. Я рвался в ИГИЛ, и мне пришла благодарность из Министерства иностранных дел. Я просился, когда война в Сирии была, перейти мне к границу, чтобы быть среди ИГИЛа на самом опасном участке. Там не разрешат проповедовать вам. Я знаю, я буду молиться. Там, где летят ракеты из России, где все с землей, с небом сравняли. И я хочу там быть. А, вы пиаритесь. Ну, то есть, глупости всякие. Я просился с родными, пиаритесь. Я повторяю, у меня пять тюрем за плечами и лагерь. Руки, ноги выкручены, говорится. Но я живой. Живой. Еще не начнешь делать на меня двести, примерно двадцать роликов в интернете против меня составленные. Недруги от зависти. У них все есть, а любви нету. Они не знают это. Я куда бы ни поехал, везде друзья, везде ждут, приглашают в Израиль, в Грецию. А я не езжу. Вот, миссионерскую поездку сделали, сто двадцать тысяч километров, отдал книги. А бывает, там где-то кто-то выкинул. Я не отвечаю, это Бог дал. Я отдал, сказал, Господи, ты сам следи за ними. Меня нельзя сбить с этого спокойного состояния. Я для Бога это сделал. Видите, какие у меня тут палати, кто считает нары, кто считает шконки. И люди здесь приезжают и отдыхают. Маленькое пространство. А что это такое? Центр Барнаула. Когда я освободился в 87-м году, 25-го марта, а 4 января 92-го года был реабилитирован, я подал в суд, что у меня конфисковали. И по государственным расценкам у меня изъяли на 11 миллиардов теми деньгами недоминированными. И 11 лет шел суд, я его выиграл. Выиграл одну двухсотую часть. И этого не было. И Бог, Бог дал такого исполнителя. Она в городскую администрацию пришла, ее сделали ответственно к ЭГБ в стороне и говорит, если слабким не рассчитаетесь, арестовываю все счета бюджетников. И сразу со мной заговорили по-другому. Ну, как нам быть? Я говорю, нам нужны здания. Молиться. Мы отдельную церковь хотим открыть, православную и порядок навести. У нас ни продажи, ни свечи, ничего не продается. Ничего не продается. И нищих нету. Мы сразу узнаем, кто нуждается, помогаем, и они не нищие, они с нами молятся. Мы показали, можно это сделать, ни одного нарушения не будет. И 11 лет, и когда два дома вдали, сколько квадратов? Ну, квадратов 100. А мне дали 226. Два здания, деревянные, сухие. Я сказал только, чтобы сухой район был и недалеко от остановки, потому что бабушки. И все так и сделали. И приехал мэр города, непростой мэр, в лучшую десятку мэров города входит. Это, города России. Баварин Владимирович Николаевич. губернская газета, корреспонденты. И все сфотографировали. И статья была, Лапкин предпочел храм недвижимости. Пошли письма, я отвечаю, никогда не ругайтесь. Да у меня там изъяли, изъяли. Выход только один, терпи и молись. Пост и молитва. Написано в Библии, если пути мои угодны Богу, то Бог и врагов его примиряет с ним. Да эти коммунисты, вы им верите. Я вижу, они другие люди. Я вижу глаза человека. Это все в ответах потом будет. Понимаете, я один только, всего один человек. И сколько биографию Бог вписал. Я где не приеду. Солженицына привезли. Солженицын приехал. Моя биография похожая, но я первый распространил его самый капитальный труд, за что он получил Нобелевскую премию. Архипелаг ГУЛАГ. Я ее два же насчитал на пленке и уже на компьютер. Если вы зарядите Архипелаг ГУЛАГ Клапкин Игнатий, вы сразу мою аудио найдете. Библия. Библия, аудио. Знаете, мне, наверное, уже пора. Я хочу поблагодарить вас за потраченное время. Хорошо. Спасибо. Так, Александр, приходите по скайпу. По скайпу, потому что там можно скидывать материалы. Я вам сразу дам все. И форум, и сайт, и что у нас здесь есть. У нас Твиттер, Фейсбук. Одноклассники, ВКонтакте, все есть. Но я там не бываю. Я бываю только вот в свой форум, Mail.ru, YouTube и сайт. Вот четыре. Где я бываю? Хорошо. С Богом, Александр. До свидания. Храни вас Господь. До свидания. Будем молиться о вас. И завтра вы заходите на наш канал, и вы можете увидеть нашу беседу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok